Паровозик из Ромашкова, умная собачка Соня на горке. Это далеко не все книги, которые Соня прочитала летом, сдужила весь школьный спис. А в Шарзе уже наступная новая история и целый мостовский свет – Миколка Паровоз. Хотя еще вчера, другоклассницу, укорысти литературы, перагодывали на вот шахпа уся горы Горчова, при чем самые соправданные театральные титаны – Геннадзе Усянников и Татьяна Мархель. Я не прочитала всех книг, которые нам задавали на лето. Так и чему? Их так шмат! Ты на может у всех это! Герой, который не признает книгу, Соня – полный антипод. Зрештое с этой роли девчонка справилась без складанностью. Мэтры допомагали. Мне было не тяжело говорить на белорусской мове. Мне легко было. Два дня у Рогачеви гучали проза, поэзии и песни, классику айчинной литературы и сучастых автору. И, бодай, головным подарунком для Жахарова райцентра и его гостей стали эмоции и уражения свята. Безумовно, город полепшил, стал прихожим, таким святочным. До дня белорусского письменства Рогачев подрыхтовался, как треба. Райцентр изменил свою обливчу. Модернизована коляса 40 объекту. А головным подарунком гражданам стал Дом книги. Гэтому будинку больше за 100 год и за часового основания он не надто изменился внешне, а вот внутри. После проведения капитального ремонта, теперь это сучастный книжный центр, и, что отметно, основным центром города на головной площади. На свято Рогачев завидали больше за 10 тысяч гостей из Беларуси и замежа. Многие из них покинули запису князи по ожиданию. И Амаль Кожны приехал с подарунком своей любимой книгой. Самое ценное это является подарок Национальной библиотеки. Это шесть томов книжной спадшины Франциска Скарыны. Ровно празд год, день белорусского письменства, примет старожитный полоск. У 500-годового юбилея и чинного книга друкования инжих вариантов, как родима Франциска Скарыны, быть не можем. Юра Прокопенко, Юлия Матяш, Василий Лысанков и Сергей Капустин, Телекомпания СТВ.